Военно-патриотическая эстафета «Салют Победе» продолжается. Фойе культурно-спортивного центра «Мечта», где прошел финал пятого этапа, создавали праздничное настроение музыканты молодежного оркестра Одинцовского центра развития культуры. Люди все пребывали и пребывали, постепенно заполняя весь зрительный зал. Среди почетных гостей глава территориального управления Одинцова Андрей Будков и представители окружного совета депутатов. Сейчас принято решение автора проекта Андреем Робертовичем Ивановым, главой нашего округа, привлечь и маленькие территории вокруг Одинцовского округа. То есть ближайшие территории должны в год 75-летия Победы встать с нами в ряд в эту эстафету. Почему? У нас она уже масштабная. Мы ее все любим. Свет погас и зрители словно перенеслись в современный Новороссийск. Красивый и благоустроенный город на берегу Черного моря. Гости на час стали экскурсионной группой, которая побывала в мемориальном комплексе «Малая земля». Экскурсовод Георгий Корчагин напомнил собравшимся, что эту территорию защищали 225 дней. А сам мемориал является главным символом героического Новороссийска. На тени без козырочки, идя в нерадный бой, заштопаем все тырочки в тельняшке фронтовой. На сцене концертные номера сменяли один за другим. Артисты и команда Одинцовского центра развития культуры сумели отразить атмосферу военных дней, передать радость победы. В финале праздничной программы солист эстрадно-симфонического оркестра Владимир Автомонов исполнил гимн «Малой земле». Малая земля, геройская земля, от стопрезеравших смех. Мила Троссевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.